нет здрасте всем друзья привет у линьки мы продолжаем играть девятнадцатую ферму и карта отрадная долина и как обычно сначала что у нас происходит друзья только что созрела у нас наше поле вот это вот просох ну и соседние тоже поэтому ставим уборку я думал что в прошлый день она все созреет и я это все дело уберу охренушки поэтому уборка у нас сегодня и в общем-то уборка пошла заводом у нас вроде как все хорошо я но почти все хорошо я тут почти за всем следил силос закончился трава сечка давай съездят вези к 1 прицепчик травки нам и потом силос тоже заберешь так вот друзья что у нас вообще происходит в принципе все по большому счету хорошо везде поэтому погнали посмотрим что у нас происходит на наших заводах в частности последние которые мы ставили этого сталелитейный и цементный завод и здесь у нас друзья все прекрасно заводы забиты и всего хватает всего много песок гравий можно принципе еще привести известняк заканчивается тоже надо будет перевести но за кадром это все сделаю по отправляю и плюс еще друзья я вот сюда вот выгрузил жб-блоки и брусчатку потому что но забиваются девать некуда но потом психанул и оставил так как есть на соседнем сталелитейном заводе тоже у нас все хорошо грабонат кальция расходуется не очень быстро а вот уголь и руда расходуются быстро и вода вроде тоже довольно быстро расходуется я правда не знаю сколько я ее сюда привез поэтому выводы никакие делать не могу и в общем то тут тоже у нас много чего есть и довольно быстро работают эти заводы по крайней мере по тем меркам по которым вот мы играем я друзья думал что мы сегодня будем строить мосты хотя на самом деле я сюда уже на первый мост привез весь цемент и жб-барьеры и они там забиты лежат то есть много ресурсов а также пригнал еще фуру успел со стали литейного тут балки арматура это понимаю надо будет сейчас записывать следить сколько чего мы возим в принципе давайте выгрузим чушь тут и выгрузим и отправим его за следующей партии так балки у нас пошли выгружаться дальше арматура дальше еще чуть-чуть проезжаем чтобы все у нас выгружалась чтобы все было хорошо короче говоря тут есть небольшая проблема вот эти вот поддоны они по куба а надо нам привести 100 кубов то есть ровное количество вот этих поддонов мы привести сюда не можем и это но так себе на самом деле принципе это небольшая проблема приезжаем высыпаем сколько надо остальное тут может и в лишнее затесаться мост закрыт а давайте-ка мы остановим строительство моста 4 куба в час он будет строиться то есть 25 часов то есть почти сутки пока остановим друзья может быть имеет смысл сначала привести ресурс потом запускать стройку но сейчас немножко не об этом друзья чуть попозже мы к этому вернемся я друзья подумал и надо нам построить склад для стройматериалов их производится много они нам нужны будут и чтоб можно было вывозить это все дело слушать а после просто вспашка до нужно давайте сразу отправим чизеля комбайны у нас работает супер быстро чизеля работают супер медленно первый пошел и второй друзья тоже пошел у него мало топлива в баке но он когда прям совсем мало станет он съездить заправиться продолжит работу тут все нормально так дружище что у нас ты ты у нас выгрузился и стоит ждешь тогда друг съезде еще на ферментатор силос и выгрузи это на мой элеватор и сделай силос это же один раз погнал надеюсь доедешь уже есть 520 тут есть 520 кубов все хорошо значит друзья какие склады я хочу построить первую очередь нам нужно два склада это склад лесхозпродукции и склад стройматериалов в идеале конечно склад стройматериалов поставить где-нибудь на эту территорию и в принципе я тут даже примерялся и в теории ему хватает места например вот здесь слушать а ведь хватает места давайте его здесь и поставим предварительно но друзья проблема в том что этот склад нужно будет строить еще нам надо постараюсь постараюсь поставить склад лесхозпродукции вот это падла конечно здоровая очень на территории там где лесопилка наша стоит там места нету можно конечно горы чуть-чуть подровнять но это будет стоить ту его кучу денег не очень я хочу располагать его здесь поскольку два завода здесь и так фпс проседает на этой территории ставить еще два здоровых склада сюда не знаю насколько хорошая идея в идеале если вот здесь этого ставить то здесь места просто тупо нету он сюда просто не влезает или срезать гору срезать много видите очень много хотя с другой стороны может срезать срезать видимо придется очень много наверное даже вот посюда где-то сколько это будет стоить в принципе это кстати не так чтобы прям сильно дорого стоит но выглядит ну так себе честно сказать если мы еще вот так вот сделаем теория места должно хватить я и в прошлом прохождение так и делал не знаю насколько это хорошая идея но сейчас он сюда должен отлично влезть изменить область не удалось какого хрена не удалось изменить область я же здесь все выровнял что тебе здесь надо менять а друг мой вот так вот становится я до хрена срезал получается давайте вот так поставим бздынь ох не знаю как я на это решился вообще так здесь видимо надо асфальтом сделать чтобы все было красиво соединить вот эти вот две территории например чем-нибудь вот таким это тоже самое нет это не то же самое вот это тоже самое это тоже самое что сверху пойдет мне нравится меня устраивает поэтому вот так вот зарисовываем траву вот это вот надо убрать трава здесь нам не нужно как-то вот так вот пускай будет въезд с этой стороны не знаю пускай так вот как-то вот будет и пойдет такая знаете ли художественный беспорядок хотя вот это прям точно здесь некрасиво смотрится вот эти пучки травы а вот Отсюда она здесь пускай растет. Так, этот склад есть. Что у нас есть на этом складе? Сюда мы можем привозить много смолы, много щипы, довольно-таки много досок, бочки, ДСП, бумага, планки, поддоны. В общем-то, все то, что у нас делается на предприятиях по лесозаготовке. Единственный такой вот неприятный немного момент. Или приятность с другой стороны. Здесь будет все, друзья, выгружаться в контейнерах. Но есть такая штука, как смола, которую приятнее перевозить в жидком виде. Поэтому, может быть, мы ее здесь хранить не будем. А может быть и будем. Не знаю. В общем-то, все ресурсы, которые у нас здесь есть на этих заводах, я, друзья, перетащу потом на склад. Сейчас я этим заниматься не буду. У нас уже вообще все заводы здесь стоят. В общем-то, я потом этим займусь. Погнали, друзья, еще один склад поставим. Да, неплохо было бы, конечно, чтобы эти заводы стояли чуть подальше. Но вот это вот место для склада мне нравится. Вполне себе подойдет. Давайте, в общем-то, устанавливаем его здесь. И, друзья, этот склад нужно будет строить. И перевезти сюда довольно много всего надо. Для строительства, как видите, вроде как много, а вроде как и немного. То есть досок 20 кубов, цемента 40 кубов, балок 20 кубов всего, гипсокартона 30 кубов, ЖБ-блоки 40 кубов, брусчатка 40 кубов, ЖБ-барьеры 20 всего, гвоздей 20 кубов, труб всего 10. В общем-то, ресурсов типа много, но немного. Ну и, соответственно, потом на этом самом складе можно будет хранить все, что мы здесь производим. Включая клей и гипсокартон. Эпоксидную смолу, которая у нас немножко в другом месте эти предприятия все стоят. Но и хранилища здесь довольно-таки большие. Когда, друзья, склад вот этот построится, тогда я здесь и наведу красоту, потому что я пока слабо себе представляю, как он будет выглядеть. Потом сделаем красивенькое, да. Издалека, друзья, сюда надо привезти гипсокартон и доски, поэтому поехали за ними съездим. Досок надо 20 кубов, а гипсокартона надо 30 кубов. Смотрите, друзья, нам нужно привезти 20 кубов досок, а это, если брать поддоны по 2,5 куба, 8 поддонов. Поэтому с лесопилки мы выгружаем 3 поддона с одной, 3 поддона с другой и 3 поддона с третьей. Едем, их хватаем. 8 штук есть. Отвозим их теперь на нашу стройку. Есть тут, в общем-то, небольшой косяк. Кстати, автодрайв у нас идет прямо через склад. Это, на самом деле, не очень хорошо. Надо его будет редактировать. Ну ладно, это сделаем чуть попозже, потом. Итого, друзья, доски выгружаем. И они, разумеется, не все попали. Выгружаем остальное. Доски 100% привезли, отлично. Поехали за гипсокартоном. Гипсокартона, друзья, нам надо 30 кубов. Поддон у нас по 2 куба. Простая математика говорит о том, что нам надо 15 поддонов. Загоняем нашего вот этого вот товарища на место выгрузки этих самых поддонов. И выгружаем отсюда 15 поддонов. Сначала 10, а потом еще 5. О, как получилось у нас четенько. Теперь здесь нужно еще покрутиться, повертеться, чтобы остальные запрыгнули. Но это не проблема. Покрутимся, повертимся. 15 штук есть. Везем их тоже на стройку. Это все дело мы тоже сюда выгружаем. Бздынь. Они попадали. Не все, но сейчас попадают все. Готово. Гипсокартон у нас тоже заполнен на 100%. Все остальное, друзья, у нас находится здесь. Поэтому небольшой таймлапсик, как я это все дело вожу, загружаю. Много считать придется, конечно. Но ничего страшного. Гипсокартон у нас. Гипсокартон у нас. Гипсокартон у нас. Гипсокартон у нас. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...